Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Толкование молитвы Господней, Святителя Иоанна Златоуста. Отче наш, иже истина небесных, смотри, каким образом Он тотчас ободрил слушателей в самом начале, вспомнил о всех благодеяниях Божьих. В самом деле, Тот, Кто называет Бога Отцом, одним этим наминованием исповедует уже и прощение грехов, и освобождение от наказания, и оправдания, и освящение, и искупление, и сыноположение, и наследие, и братство соединородным, и дарование Духа, так как не получивший всех этих благ, не может назвать Бога Отцом. Итак, Христос двояким образом воодушевляет своих слушателей, и достоинством называемого, и величием благодеяний, которые они получили. Когда же говорить на небесе, то этим словом не заключает Бога на небе, но отвлекает молящегося от земли, и поставляет его превысь при них в странах и в горних жилищах. Далее, этими словами, Он научает нас и молиться за всех братьев. Он не говорит «Отче мой» иже на небесе, но «Отче наш», и тем самым повелевает возносить молитвы за весь род человеческий, и никогда не иметь в виду собственных выгод, но всегда стараться о выгодах ближнего. А таким образом и вражду уничтожает, и гордость не излагает, и зависть истребляет, и вводит любовь, мать всего доброго. Уничтожает неравенство дел человеческих, и показывает полное равночестие между царем и бедным, так как в делах высочайших и необходимейших мы все имеем равное участие. «Действительно, какой вред от низкого родства, когда по небесному родству мы все соединены, и никто ничего не имеет более другого, ни богатый более бедного, ни господин более раба, ни начальник более подчиненного, ни царь более воина, ни философ более варвара, ни мудрый более невежды. Бог, удостоивший всех одинаково называть себя Отцом, через это всем даровал одно благородство». Итак, упомянув об этом благородстве, о высшем даре, о единстве чести и о любви между братьями, отвлекся слушателей от земли и поставив их на небесах, посмотрим, о чем, наконец, повелевает Иисус молиться. Конечно, и на минование Бога Отцом заключает в себе достаточное учение о всякой добродетели. Кто Бога назвал Отцом и Отцом общим, тот необходимо должен так жить, чтобы не оказаться недостойным этого благородства и показывать ревность, равную дару. Однако Спаситель этим наименованием не удовлетворился, но присовокупил и другие изречения. «Досветится имя Твое», – говорит он. «Ничего не просить прежде славы Отца Небесного, но все почитать ниже хвалы Его. Вот молитва, достойная того, кто называет Бога Отцом. Досветиться – значит допрославиться». Бог имеет собственную славу, исполненную всякого величия, и никогда неизменяемую. Но Спаситель повелевает молящемуся просить, чтобы Бог славился и нашей жизнью. Об этом Он и прежде сказал. «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И Серафимы славят Бога, так взывают. «Свят, свят, свят» – Исаия 6, 3. «И так досветиться – значит допрославиться. Сподоби нас, как бы так учит нас молиться Спаситель. Так чисто жить, чтобы через нас все Тебя славили. Пред всеми являть жизнь неукоризненную, чтобы каждый из видящих ее возносил хвалу Владыке. Это есть признак совершенной мудрости». «Да приедет Царствие Твое». И эти слова приличны доброму Сыну, который не привязывается к видимому и не почитает настоящих благ чем-либо великим, но стремится к Отцу и желает будущих благ. Такая молитва происходит от доброй совести и души, свободной от всего земного. Этого и апостол Павел желал каждодневно, почему и говорил «И мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стена им, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Римлянам 8, 23. «Кто имеет такую любовь, тот не может не возгордиться, не возгордится среди благ этой жизни, не отчаится среди горестей, но как живущий на небе свободен от той и другой крайности. Да будет воля Твоя, як на небесе и на земле». Видишь ли? Прекрасную связь. Он прежде повелел желать будущего и стремиться к своему Отечеству. Но доколе этого не будет, живущие здесь должны стараться вести такую жизнь, какая свойственна небожителям. «Должно желать, — говорит Он, — неба и небесного. Впрочем, и прежде достижения неба Он повелел нам землю сделать небом и, живя на ней, так вести себя во всем, как бы мы находились на небе, и об этом молить Господа». Действительно, к достижению совершенства горних сил нам немало не препятствует то, что мы живем на земле. Но можно и здесь, обитая, все делать так, как бы мы жили на небе. Итак, смысл слов Спасителя таков. «Как на небе совершается все беспрепятственно и не бывает того, чтобы ангелы в одном повиновались, а в другом не повиновались, но во всем повинуется, покоряется, потому что сказано сильные крепости, творящие слово Его» Псалом 102, 20 стих. «Так и нас, людей, с подоби, не в половину творить волю Твою, но во все исполнять, как Тебе угодно». Видишь ли? «Христос научил и смиряться, когда показал, что добродетель зависит не от одной только нашей ревности, но и от благодати небесной, и вместе с тем заповедовал каждому из нас во время молитвы принимать на себя попечение и о вселенной. Он не сказал «Да будет воля Твоя во мне» или в нас, но на всей земли, то есть, чтобы истребило всякое заблуждение и насаждена была истина, чтобы избрана была всякая злоба и возвратилась добродетель, и чтобы таким образом ничем не различалось небо от земли. «Если так будет, — говорит он, — то дольнее ничем не будет различаться от горнего, хотя по свойству они и различны. Тогда земля покажет нам других ангелов». «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Что такое хлеб насущный? Повседневный. Так как Христос сказал «Да будет воля Твоя, як она небесей на земли», обеседовал Он с людьми, облеченные плотью, которые подлежат необходимым законам природы, и не могут иметь ангельского бесстрастия, то, хотя и повелевает нам так исполнять заповеди, как и ангелы исполняют их, однако снисходит к немощи природы и как бы так говорит, «Я требую от вас равноангельской строгости жизни, впрочем, не требуя бесстрастия, поскольку того не допускает природа ваша, которая имеет необходимую нужду в пище». Смотри, однако, как и в телесном, много духовного. Спаситель повелел молиться не о богатстве, не об удовольствиях, не о многоценных одеждах, не о другом чем-либо подобном, но только о хлебе, и при том о хлебе повседневном, так, чтобы нам не заботиться о завтрашнем, почему и присовокупил хлеб насущный, то есть повседневный, даже и этим словом не удовлетворился, но присовокупил вслед за тем и другое, дашь нам днесь, чтобы нам не сокрушать себя заботой о наступающем дне. В самом деле, если ты не знаешь, увидишь ли завтрашний день, то для чего беспокоишь себя заботой о нем? Это Спаситель заповедовал и далее, затем в ней, всей проповеди. «Не заботьтесь», — говорит о завтрашнем дне Матфея 6,34, «он хочет, чтобы мы всегда были припоясаны и окрылены верою, и не более уступали природе, чем сколько требует от нас необходимая нужда». Далее, так как случается грешить и после купели возрождения, то есть Таинства Крещения, то Спаситель, желая и в этом случае показать свое великое человеколюбие, повелевает нам приступать к человеколюбивому Богу с молением об оставлении грехов наших и так говорить, «И остави нам долги наши, якожи мы оставляем должникам нашим». Видишь ли бездну милосердия Божия? После отъятия стольких зол и после неизреченно великого дара оправдания Он от мять согрешающих удостаивает прощения. Напоминанием о грехах Он внушает нам смирение, повелением отпускать другим уничтожает в нас злопамятство, а обещанием за это и нам прощение утверждает в нас благие надежды и научает нас размышлять о неизреченном человеколюбии Божьем. Особенно же достойно замечание то, что Он в каждом вышесказанном прошении упомянул о всех добродетелях, а этим последним прошением еще объемлет и злопамятство. И то, что через нас светится имя Божие, есть несомненные доказательства совершенной жизни, и то, что совершается волей Его, показывает то же самое. И то, что мы называем Бога Отцом, есть признак непорочной жизни. Во всем этом уже заключается, что должно оставлять гнев на оскорбляющих нас. Однако Спаситель этим не удовлетворился, но желая показать, какое Он имеет попечение об искоренении между нами злопамятством, особо говорит об этом и после молитвы припоминает не другую какую заповедь, о заповедь о прощении, говоря «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит вам Отец ваш Небесный» Матфея 6,14. Таким образом, это отпущение первоначально зависит от нас, и в нашей власти состоит суд о нас произносимый. Чтобы никто из неразумных, будучи осуждаем за великое или малое преступление, не имел права жаловаться на суд, «Спаситель тебя, самого виновного, самого виновного, делает судьею над самим собой, и как бы так говорить, какой ты сам произнесешь с тебе суд? Такой же суд и я произнесу о тебе. Если простишь своему брату, сарабу, то и от меня получишь тоже благодеяние, хотя это последнее на самом деле гораздо важнее первого. Ты прощаешь другого, потому что сам имеешь нужду в прощении, а Бог прощает, сам ни в чем не имея нужды. Ты прощаешь сарабу, а Бог рабу. Ты виновен в бесчисленных грехах, а Бог безгрешен. С другой стороны, Господь показывает свое человеколюбие тем, что хотя бы Он мог и без твоего дела простить тебе все грехи, но Он хочет и в этом благодетельствовать тебе, во всем доставлять тебе случаи побуждения, кротости и человеколюбию. Гонит из тебя зверства, угошает в тебе гнев и всячески хочет соединить тебя с твоими членами. Что ты скажешь на это? То ли, что ты несправедливо потерпел от ближнего какое-либо зло, или так, что, конечно, ближний согрешил против тебя, а если ты претерпел по справедливости, то это не составляет греха в нем. Но и ты приступаешь к Богу с намерением получить прощение в подобных и даже гораздо больших грехах. Притом, еще прежде прощения мало ли ты получил, когда уже научен хранить в себе человеческую душу и наставлен к ротости. Сверх того и великая награда предстоит тебе в будущем веке, потому что тогда не потребуется от тебя отчет ни в одном грехе твоем. Итак, какого будем достойны мы наказания, если и по получению таких прав оставим без внимания спасение наше? Будет ли Господь внимать нашим прошениям, когда мы сами не жалеем себя там, где все в нашей власти? И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Здесь Спаситель явно показывает наше ничтожество и излагает гордость, научая нас не отказываться от подвигов и произвольно не спешить к ним. Таким образом, и для нас победа будет блистательнее, и для дьявола поражение чувствительнее. Как скоро мы вовлечены в борьбу, то должны стоять мужественно, а если нет вызова к ней, то должны спокойно ожидать времени подвигов, чтобы показать себя и не тщеславными, и мужественными. Лукавым же здесь называют Христос дьявола, повелевая нам вести против него непримиримую брань и показывая, что он таков не по природе. Зло зависит не от природы, но от свободы. А что преимущественно дьявол называется лукавым, то это по чрезвычайному множеству зла в нем находящегося. И потому, что он, не будучи ничем обижен от нас, ведет против нас непримиримую брань. Поэтому Спаситель не сказал «избави нас от лукавых», но от лукавого. И тем самым научает нас никогда не гневаться на ближних за те оскорбления, какие мы иногда терпим от них, но всю вражду свою обращать против дьявола, как виновника всех зол. «Напоминанием о враге, сделав нас более осторожными и пресекших всякую беспечность нашу, он воодушевляет нас далее, представляя нам того царя, под властью которого мы воинствуем, и показывая, что он могущественнее всех, якотвое есть царство и сила и слава во веки. Аминь», говорит Спаситель. Итак, если его царство, то не должно никого бояться, так как никто ему не сопротивляется и никто не разделяет с ним власти. Когда Спаситель говорит «твое есть царство», то показывает, что и тот враг наш подчинен Богу, хотя, по-видимому, еще и сопротивляется по попущению Божию. И он из числа рабов, хотя и осужденных, и отверженных, и потому не дерзнет нападать ни на одного из рабов, не получив прежде власть свыше. И что я говорю? Ни на одного из рабов. Даже на свиней не дерзнул он напасть до тех пор, пока сам Спаситель не повелел. Ни на стада овец и волов, доколе не получил власти свыше. И сила, говорит Христос. Итак, хотя бы ты и весьма был немощен, однако должен дерзать, имея такого царя, который и через себя легко может совершать все славные дела. И слава во веки. Аминь. Толкование на святого Матфея Евангелиста. Творение. Том 7. Книга 1. Страница 221-226.